Ну что ж, исходя из вашего опыта Инесса, расскажите пожалуйста о каких-то простейших ритуалах, например, которые связаны с деньгами. Вот всем людям интересно, как же вот эти ритуалы и вообще, как денежная магия работает? Расскажите нам немножко про это. Значит, денежная магия работает каким образом? То есть, естественно, денежки нужно любить, денежки, их не нужно отворачивать, с деньгами нужно дрожать, то есть их, можно сказать, обижать не нужно. То есть всегда, чтобы денежки, если вот что касается вот именно, как бы я имею в виду кошельком, значит, они должны обязательно лежать ровненько, аккуратненько и лежать вот именно по разным отсекам. То есть, мелкие деньги, большие деньги, то есть, это должно быть отдельно. И всегда, как бы мне было кошельки, а как бы кошелек не опустошался, мне всегда должна оставаться по-любому любая купюрка. Почему? То есть, да, полной обналёвки это нельзя сделать. Значит, и кошелёк, что вот именно чисто подбирать, вот для денег, как говорится, хороший, такой довольно-таки, и даже вот если человек пришёл в магазин, так, ну, кошельки, как бы, женщины, мужчины, они как бы меньше, но всё равно, у мужчин тоже должны быть, как бы, кошельки. Значит, должен притянуть этот кошелёк. То есть, он желательно, конечно, чтобы был ухоженный, не ухоженный. И, то есть, выбрать именно его, посмотреть, как он чувствует энергию, как бы, этого кошелька. Значит, приобрёл этот кошелёк, значит, туда обязательно должна положиться или купюрка, или манер. Это я касаюсь вот именно кошельков. Я, если касается, что вопрос бизнеса, вопрос вот именно людей, которые занимаются бизнесом, то же самое, денежки нужно тоже любить. То есть, как бы, как и в кошельке, подобное притягивает подобное. Не жалея на кошелёк, больших денег на кошелёк, пусть этот кошелёк будет стоить более, там, 100 долларов или сколько, он себя унаправдает. То есть, его не стоит вот именно на это жалеть. То же самое здесь получается, как и в бейтинге. Да, денежки нужно, почему всегда, если начинаешь с больших денег, то есть, как бы, деньги уже начинают работать на тебя. Да, значит, нужно вот именно так с ними уметь дружить. Их не отворачивать от себя. То есть, каким образом это происходит, значит, это касается тоже и на энергоуровне, в отношении с людьми. Да, нельзя обижать нищих, нельзя обижать бедных. То есть, стараться давать вот именно какие-то милостыни. Милостыни, да, там не важно. Там в церкви, в нас тем нищим, которые... Но это желательно, когда, если этот вот ритуал делать, значит, когда идете в церковь, не из церкви, а именно в церковь. То есть, дается вот именно, то есть, именно пожертвование вот именно церкви. Чем больше вы дадите, тем больше вы получите. Как говорят, рука дающего да не остудеет. То есть, таким образом, точно так же и к нищим, и к бедным. И в дальнейшем потом тоже, если, что касается вот именно по деньгам, если получилась у человека первая сделка, или первый какой-то вот именно был контракт, значит, из большой, крупной, и большая купюра пришла, как говорится, в ваш кошель, в ваш, как говорится, бизнес, в вашу работу, значит, эту купюру обязательно нужно доходить и ухранить. То есть, на рабочем месте или в кошельке, то есть, таким образом. Потом еще можно сделать, то есть, как бы, на приобретение, на вот именно увеличение финансового, как говорится, благополучия. То есть, есть еще можно рунической магии использовать. То есть, вы тоже, Владимир, прекрасно знаете, то есть, руну феху, да? То есть, ее, говорится, да, ее приобретать, то есть, как ее нарисовать, так, значит, ее зарядить своей энергией, тогда в результате получается, то есть, оно дает притяжение. И деньги притягиваются. То есть, или тоже можно это сделать, вот именно нарисовать на самой купюре. То есть, вообще, на какой купюре лучше это даже сделать, это даже на единичке лучше делать, да? Почему? Потому что на единичке есть пирамида. То есть, это все прекрасно знают, что, как говорится, помогает себе пирамида. То есть, это идет к росту. Значит, вот тоже прямо на пирамиде можно сосредоточиться, то есть, делать вот именно, как бы, доллар этот сложить как пирамидочку, положить на левую руку, положить сверху правую руку, как бы, ну, как зарядить, почувствовать энергию, вот именно чисто этой пирамидки, этого доллара. И, то есть, перед этим нарисовавши вот именно пирамидку. То есть, таким образом, тоже, это денежка будет, как бы, приносить удачу во всем. Понятно. Значит, много еще и других разных ритуалов, то есть, на денежках, то же самое, вот, то есть, мы будем затрагивать сегодня тему, как полнолуния, да? Естественно, то есть, полная масса тоже очень хорошо влияет на монетки, да? И, значит, вот она сама, как идет к росту, да, таким образом, точно так же, вот именно, когда показывают, в этой полнолуния, вот эту монеточку, желательно, конечно, золотую, да? И постоянно вот эту монетку потом носить, вот именно, как в кармане, там, ну, как таким-то личиком. То есть, это тоже будет, вот именно, притягивать денежку. Потом, то же самое, можно зарядить, вот именно, любую большую купюру, тоже. Ну, это уже к мастеру можно обратиться, то есть, берется, если, любой страны, самая большая купюра, так? Приходит человек с этой купюрой к мастеру, и эта купюра, она тоже притягивает, вот именно, то есть, эти денежки. Так, потом, значит, можно еще каким образом сделать, можно ритуал сделать, взять тоже две монеточки, чтобы они были золотой и серебряной монетки, так? Берется свечка, берутся спички, так? Значит, свечку закрываем, так, конкретно, и еще нужно будет, то есть, или доллар, или два купюру, так? Ее, как бы, ложим, вот как если дуалать, значит, пирамид, как вверху, так? На нее ложим вот эту золотую и серебряную монеточку, значит, сосредотачиваемся, ложим правую ручку на солнечное сплетение, ну, и левую ручку ложим на купюру. То есть, таким образом мы, ну, то есть, как бы чувствуем, вот именно, как связь, вот именно, денежки с нашим солнечным сплетением. То есть, именно, то есть, сосредотачиваем, как бы, внимание, так? Потом, когда мы будем, короче, когда держать конкретно, да, подержать за минутки, наверное, две-три, так? То есть, почувствовали энергию, желательно, конечно, еще приобрести к этому ритуалу, да, зверобой, ну, то есть, вы знаете, что зверобой, он гоняет темные силы и все остальное. То есть, как бы, его нужно вот именно, как поджечь. И когда он будет вот именно, как бы, дымить, тогда, ну, то есть, вот, уже оно будет видно, в какую сторону вообще идет, как говорится, дым. Если в вашу сторону дым идет, значит, это все нормально, то есть, все хорошо, у вас контакт с деньгами пошел. То есть, но, значит, вы когда уже вот это сделаете, вы опять возвращаете вот именно к деньгам и возвращаетесь к солнечному сплетению. Так, ложите ручку на солнечное сплетение. И вы говорите, значит, семя в земле прорастает, деньги у меня прибывают. И это повторить три раза. Семя в земле прорастает, деньги у меня прибывают. И опять же, семя в земле прорастает, деньги у меня прибывают. Аминь. то есть вот этот ритуал но это надо четко конкретно сосредоточиться и то есть вот это произнести потом мы делаем поручее что делаем значит когда убрали левую руку вот именно с купюры и солнечного светения почувствовали вот этот контакт почувствовали с двух сторон тепло вот это значит мы обязательно желательно конечно да вот это представьте закрывать глаза ну то есть представляете значит потом это обязательно ложите под подушку значит когда под подушку ложите вы должны поговориться поспать на этих ну то есть как бы под матрасом под подушку на желательно это на 7 дней то есть 7 дней будете спать на этих денежках значит все идет контакт вас будет вот именно то есть постоянно пребывать понятное место спасибо огромное еще раз хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям наш телефон 847-226-9956 телефон нашего прямого эфира звоните пожалуйста и задавайте свои вопросы с вами радиостанция сангец я владимир гершанов и наша очаровательная колдунья инесса из города героя минска а 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 и а а и и и Продолжение следует...